Всем привет! С вами снова Энтар и данным видео мы начинаем серию Battle Report, посвященной моей подготовке к большому осеннему командному турниру. Но для начала хотел бы поделиться кое-какими новостями. Во-первых, как вы видите, у меня в моей маленькой студии появился новый свет. Картинка, надеюсь, улучшила и это доставит вам больше удовольствия при просмотре моих видео. Вторая новость. Как вы помните, на летнем команднике у меня неожиданно умер микрофон и мне пришлось записывать весь звук на встроенный микрофон. И чтобы записать комментарий, я вот купил вот такой вот дешевый за 95 рублей микрофон. Штука, конечно, хорошая, звук с него идет, но вот он, если слышно, дает слишком большие помехи. И при монтаже я, по крайней мере, их слышал. Там на заднем фоне музычка все это дело заглушала, вы, скорее всего, практически это не заметили. Но использовать его для нормальной записи звука не подойдет. В этот раз я не стал брать очередной микрофон на проводе, а купил беспроводной микрофон. У меня на поясе висит передающий устройство, на камере установлено устройство, которое принимает звук. И, соответственно, теперь я не привязан к своей камере никак. Это позволяет мне быстрее записывать баттер-репорты во время игры, потому что мне не приходится все время вставлять и вынимать штекер из гнезда микрофона. И один раз я даже умудрился уронить свою камеру, потому что в пылу схватки не отсоединил провод от камеры. И она у меня полетела прямо на балл. Ну, тв-тв-тв, все обошлось, камера не разбилась. И теперь с этим новым микрофоном таких проблем у нас больше не будет, я надеюсь. Теперь давайте же немножко поговорим о армии, которой я буду играть на предстоящем турнире. В отличие от летнего командника, где я играл армией Некрон, на осеннем мне предстоит собрать армию спейс-маринов. С этим связано несколько нюансов. Так как последние три или четыре командника я играл только армией Некрон, она у меня достаточно хорошо открашена, собрана. Я могу сейчас собрать практически любой играбельный билд этой армии, а вот со спейс-маринами все не так. Сейчас предполагается два варианта, как я могу собирать свой ростер. Либо это драйго-бомба, либо это рота спейс-маринов. Но так как на осеннем команднике у нас предполагается, что будет полный Моэль, скорее всего мы пойдем по второму пути, то бишь будем собирать роту. А здесь у меня есть некоторые затруднения. У меня практически есть все необходимые модели, но проблема в том, что все это находится в полуоткрашенном состоянии. Большая часть моделей у меня уже открашена. Наклеены декали, оформлены подставки. Кстати, с подставками есть небольшое затруднение. Я вот все решаю, переходить на 32-мм или остаться на 25-мм. Но тут надо взвесить все за и против. Но большая часть техники у меня находится в полузавершенном состоянии. Это либо грунт, либо какие-то базовые слои, и там еще нужно работать над деталями. А это требует очень много времени, которого остается все меньше и меньше. Учитывая то, что мне приходится ездить еще на турниры, тестировать ростер, монтировать ролики, записывать какие-то комментарии. То бишь времени остается в обрез, и как это все успеть, я даже не знаю. Но, тем не менее, будем стараться все это сделать вовремя. И, что самое главное, аккуратно, и чтобы не стыдно было поставить на стол, и тем более показать это все вам. А теперь к самому турниру. 14 августа 2016 года Устиловский проводил один из своих последних турниров по Вархаммер 40 тысяч на 1500 очков. В котором он использовал последний факт ГВ и какие-то там свои особые миссии на игру. Роту я, естественно, собираю по чаптор тактики белых шрамов. В первой деми компани у меня пеший Корсара Хан. Три пачки тактички с графкенонами в ринке. Один ассотный атакбайк с мультимельтой. И пачка с девастаторами на ринке с двумя графкенонами и чарубом, который позволяет одной модели париролить все неудачные тухит-броски один раз за игру. Вторая деми компани Капеллан с глазом, который раздает своему отряду игнор-ковра. Одна пачка тактички с графкеноном на ринке. И две пачки тактички комби мельта-мельта на дропподов в качестве наших мельта-смертников. Также еще один атакбайк с мультимельтой и точно такая же пачка девастаторов на ринке с двумя графкенонами и чарубами. В качестве ауксилии взял скаутов. При этом одна пачка у нас с ТЦВ на лендспейдер шторме, одна пачка с ТЦВ пешком. И достал тактички с полки своих скаутов с плащами, снайперками и одной мислой. Не играл с ними с шестой редакции, пыляться на полке, решил пацанов выгулять, так как были какие-то там свободные очки. Не самый оптимальный вариант, но мне почему-то захотелось сыграть именно этими моделями. И во втором детаче у нас голый инквизитор с тремя черепками. И теперь давайте перейдем непосредственно к первому туру. Играю я с Максом Пэйном, у него армия Тау, достаточно неповерная расписка. Взята формация дронов 4 по 4 и формация форсайта. Куда входит сам форсайт, командор, 3 кризиса с плазмами, 2 кризиса с мельтами. Плюс пачка бродов с рельсами и какими-то там одноразовыми ракетами. И 2 рептайда с сионками и все, больше у них там ничего по-моему не было. Первый тур, мы играем с Макс Пэйном, у нас по миссиям 2 башни, у Макс Пэйна его там, здесь моя стоит. По штурму Клинсон Контроль и расстановка длинные стороны. У меня право первого хода, здесь тактичка с гравиком, здесь Девастатор 2 гравика, Чаруб и Капеллан с глазом, еще пачка Девастатор с Чарубом. Тактичка с гравиком, тактичка с гравиком и Хан с ними сидит, еще тактичка с одним гравиком. Здесь у нас притаился наш Инквизитор, который нам поставил 3 черепка. В Дипстрайке 2 пода с пацанами Мельта-Комби Мельта, 2 байка в аутфланге. Эти пацаны у нас в аутфланге на Лэнгспидер Шторме и эти пацаны просто в резерве. У Макс Пэйна, значит, здесь бороды с рельсами у тебя. Рельсы, плазмы и ракеты. Отлично. Компли и наше все. Да, внизу там стоят у него 4 дрона, Рептайт, здесь еще 4 дрона, там тоже 4 дрона и Рептайт. В Дипстрайке у него Форсайт, Командер, 3 криза с мельтами, с плазмами и щитами. 2 мельта смертника, Командер, Бафо. И еще 4 у тебя в резерве просто. Командер, щит, 2 плюс, 2, и твин линк, игнор ковра и 2 таймера. Угу, отлично. Ночи нет, у Макс Пэйна на Варлор Тройте стелс в руинах, да, и давай перехват входа. Сюда кидай. Да, он смог. Макс на Варлор Тройте находит стелс в руинах и муфтру кавер, что делает достаточно сложную задачу выкуривания его из этих самых руин, которые просто занимает весь стол. Перехватывает ход, мне приходится расставлять свои риночки в лос-блоке, либо ставя максимальный ковер, чтобы сократить мои потери на первый ход. Сейчас мы постараемся все это дело пережить, ну а дальше едем вперед и пытаемся убивать всех его рептаидов, дронов и все, что попадется нам под руку. Первый ход Макс Пэйна выпала первая точка и пятая. Первая у нас вот здесь вот и пятая здесь. И также Big Game Hunter. Ну фаза, здесь пацаны выпрыгнули, идут к точечке. Рептайд реактор завел, третий инвуль сделал и здесь тоже завел третий инвуль. Фаза стрельбы. Эти пацаны сюда повесили один маркер лайт, эти сюда повесили один маркер лайт и вот отсюда через дырочки повесили сюда три маркер лайта. Пацаны стреляли из ракеты за счет маркера лайта сюда, попали, но не смогли пробить. Из рельс одно пробитие, четвертый ковер откинут. Здесь Сарданки пострелял сюда, занес второй результат. Один хулпойн сняли. Отсюда сюда стреляли, попали, пробили, четвертый ковер откинут. И пацаны прыгнули к точечке. По миссиям выполнено скорить пятую точку вон там и скидывается первая точка, которая у нас вот здесь. По итогам первого хода Макс Пейна отделался легким успугом, сняли всего лишь один хулпойнт с ринки. Сейчас мы едем вперед, пытаемся влить максимум огня все, что там стоит. Ну, посмотрим, что будет. Мой первый ход по миссиям выпало скорить первую точку здесь, которая в руинке. Марская миссия убить юнит джампакерами или тем, кто вышел из дипстрайка и кинуть хотя бы один челлендж. Моя фаза движения. Здесь ринка у нас на месте, здесь тоже на месте. Здесь пацаны подъехали на 12, упал дроп под хитом, вышли пацаны. Здесь немножко развернулись и на 12 дюймов едет наш капеллан. С интерцепта сюда занесли один маркер R-Lite, но рептайд ничего не смог, там 2 четвертых ковра откинуты. Моя шутинг фаза. Отсюда стреляли в рептайда, сняли мы две раны. Отсюда стреляли, убили только одного, здесь еще одного. И снайперы дожали также одного, там третий ковер, помогая все держать. Отсюда стреляли в рептайда, одну ему сняли, снапшотами стреляли. Отсюда мы сняли ему две раны, пытались убить там еще дрончиков, но ничего не получилось. Пацаны также ничего не смогли. По миссиям выполнено скорить первую точку здесь и скинем кинуть челлендж. В итоге мой первый ход тоже не впечатляет, убил всего лишь двух дронов, покоцал немножко рептайдов, но все равно тяжело их выковыривать из третьего ковра. А мой капеллан с девастатором находится где-то там с левой флангой на всех парах, пытаясь ехать к башне противника. Не стал ставить его на середину стола, потому что боялся, что это будет слишком большой фар-магнит, но видимо немножко ошибся и стал рискнуть и все-таки поставить его именно где у меня сейчас там покоцана ринка моя стоит. Упали тактичка рядом с его башней, проинтерцептили в него туда дроны и рептайд, и как бы все без успеха, слили на него всю стрельбу, и на следующий ход они ничего не делают. При этом парни остались как бы живы, откидали там четвертые ковры, молодцы. Второй ход Макс Пейна на миссиях выпало 16-е, и опять сходить пятую точку вот здесь, где мы не прогнали дронов. Ну, фаза, вышел кризис, ставил сюда, улетел за руинку, и теперь там он меня никак не видит. Пачка с командором падала сюда, сместилась прямо вот на риночку, была наказана, поставлена вон там вот в угол. Устиловский мне предлагал сделать второй мискап. Фаз движения рептайд перепрыгнул сюда, и дроны 26-е залезли в трубу, ускорили точку. Шутинг-фазу пацаны повесили маркер лайт, отсюда использовали одну ракету, попали, не пробили. Из рельс взорвали, все к чертям, не запилились, но снапшотят. Этот рептайд стрелял сюда, с сарданки попал, не смог пробить. Рептайд отпрыгал сюда, эти сюда, и тот вот на первый этаж вот запрыгнул. По миссиям выполнено сходить пятую точку и убить технику. Не повезло Максу на выходе из дипстрайка, ставился на моем левом фланге, сместился прямо в мою риночку, и был поставлен в самый дальний угол. Возможно, на месте Макса я бы пытался выпасть где-нибудь ближе к моей точке, чтобы там создавать какую-то угрозу для меня и оттянуть на себя какие-то силы. Рептайд его отходит назад, но на отпрыжках кидает слишком мало, ему не уйти. Риночка, которая заехала на холм, прекрасно до него достает гравами, и сейчас мы попробуем его за это немножечко покарать. Уже вечером анализируя этот бой, я все-таки подумал, что, возможно, мне стоило поставить его, Боинг, куда-нибудь там прямо под мои гравы. Да, он там отстрелялся бы, скорее всего, взорвал мне там одну риночку, ну и как бы черт бы с ней. Все остальное стрельбу я мог бы спокойно влить в него и, скорее всего, просто это разобрать. А таким образом, поставив его там в правый дальний угол, я с большой долей вероятности отдаю свой правый фланг, потому что все мои основные силы были сконцентрированы слева. И противопоставить его на двигающей угрозе мне как бы практически нечего, потому что Макс будет, скорее всего, достаточно аккуратненько поддвигаться ко мне, чтобы держаться на дистанции рыжа 24 дюйма, в свою фазу мува заходить в нее, расстреливать в нее все, что там стоит, и отпрыгивать назад, чтобы никто остальной из моих там с ринок я не мог его поубивать из гравиков. Мой второй ход. На карточках выпало убить кого-нибудь в шутинг-фазу и варлорда. Моя мува-фаза. Здесь вышли у нас пацаны-скауты. Здесь у нас ринка подъехала на 6, чтобы вот там вот видеть этих пацанов. Здесь у нас с этой стороны вышел один байк, дропнулся наш дроп-под, немножко сместился сюда, встал, парни вышли. Здесь у нас ринка с тактической подъехала на 12, здесь еще на 12, и с этой стороны вышел один байк. Здесь у нас пацаны подошли на 4 дюйма, идут вот к этим ребятам. Моя шутинг-фаза. Выпавшие пацаны убили смельт-криза. Здесь пацан трубобуснул сюда. Отсюда мы постреляли, занесли одну ранку, штурмболтер дожал пацана. Отсюда стреляли, ничего не смогли сделать. Здесь пацаны влили всю стрельбу, ничего не смогли сделать. И бравые пацаны наши снайперы с ракетницы убили одного пацана. Кстати, кинь ледак, пожалуй, за него. Бежит. Отсюда девастаторы с первых же 5 выстрелов убили рептайда, не смог он вуле откинуть. Здесь пацаны убили, по-моему, одного, эти стреляли ничего. Все, стрелял, нет. И здесь только одного еще дожали с игнором ковра. И ледак, пожалуйста, за них тоже. Убините. Да. Нет, стоят. В ассоут фазу пацаны у нас здесь по-чарджеле. Убили одного, ледак пройден, стоят. По миссиям выполнено убить юнит дропнувшимся отрядом. И в шутинг-фазу каунте убить. И скинем кинг-слейер. На мой второй ход закономерно убиваю рептайда. Сгоняю дронов с пятой точки, где-нибудь там сидели два хода. И навязываю бой дронов, потихонечку их там зачищаю. Надеюсь, там скоро мы их додавим. И займем надежно его маркеры, потому что больше ему сложно кому-то будет прийти и меня оттуда согнать. Третий ход Макс Пейна. На миссиях выпала, кто усяцкая, убить юнитом, который пришел из резерва. И убить юнит, если он стреляет в него первый. И кинг-слейер. Мув фаза. Вышел у нас кризис здесь. Соскатерился на пять сюда. Дроны не вышли. Здесь пацаны подходят. Рептайд не смог завестись. Получил еще одну рану. Всего три он потерял. И подвигался сюда. Пацан не прокинул героическое лидерство. Отступает. Шутим фаза. Отсюда цмельд разобрали нам. Высадились пацаны. Нормально стоят. Отсюда рептайд стрелял шаблоном. Улетел сюда куда-то. Отпрыгнул туда. Вот за руиночку потом. Здесь из двух мер нашего бедного инквизитора, который не поднялся наверх, не попал. В фазу ХТХ здесь разобрали последнего дрона, спустились вниз. По миссиям выполнен битшутинг и сбрасывается убийца из резервов. На третий ход Макса чуть не был наказан им. Почему-то я не поднял инквизитора наверх, на второй этаж, где у меня был бы спокойный четвертый ковер. А так он стоит там в голом поле, его закрывает только один байкер, дает ему пятый ковер. Но, тем не менее, не знаю, что-то меня хранит. Макс не попадает. И у меня есть еще шанс исправить свою ошибку. Макс на моем правом фланге продолжает наступление своим боингом. Ломает мне ринку. Пацаны высадились, не запинились, не сам шотят. Уже и на этом спасибо. Сейчас мы там постараемся бросать, да, в который засели на крыше, хоть как-то забрать. Но, видимо, там только одного. Но это нам достаточно, чтобы занести ему хотя бы ледак и прогнать его оттуда. На левом фланге тактичка успешно добивает последнего дрона. Мы уверенно заняли точку. Сейчас будем дальше продолжать там наступление и стараться его максимально выдавить и зажать его угол. Мой третий ход на миссиях. У нас выпало скорить первую точку вот здесь вот. И два раза четвертую. Мув фазу. Отсюда на 12 сюда. Здесь подошли. Здесь тоже подошли поближе. Здесь все на 12. На 12 байк едет. Пацаны не смогли через диф, пошли только на 1 дюйм. И здесь идут вот к точке, пробираются. Шутинг фаза. Отсюда смельты убили одного пацана. Постреляли ничего. Отсюда ничего. Здесь смельты сразу же убили креза. Здесь у нас пацан поднялся. Здесь мы потрубобустили на 6. Отсюда постреляли с гравика. Занесли 3 мунды. Третий ковер не откинут. Ушел. Ледак провален. Он потихонечку спускается вниз. Бежит. Здесь у нас пацаны подбежали к точке на 5. Здесь подбежали на 6. Здесь байк пытался убить этого. Ковер откинут. Все трубобустило. Вперед сюда. По миссиям выполнил скорость первую. И вон там четвертую точку один раз. На свой третий ход, как и планировалось, убивает одного братсаида. И пацаны валят в ледак. Бегут. Спускаются вниз. И надеюсь, они на следующий ход продолжат свой неумолимый бег. Тактичка на правом фланге заходит на плазму Боинг. Пытаюсь их хоть как-то сдержать. Там удается мне одного кризиса убить. Но, тем не менее, это, скорее всего, никак мне не поможет сдержать их наступление. Четвертый ход Макс Пейна. По миссиям выпало 6 точку скорость. И завалить мне мораль в фир и пиннинг-тест. Мог в вазу. Здесь пацаны упали. Командер здесь подошел. Подстрелял моих пацанов. Всех убрал с плазм. Отпрыгнул сюда. Здесь рептайд стрелял. Здесь пацанов сместил шаблон. Накрыл всех. Убил. Пацан этот провалил ледак. Не смог восстановиться на 8-й лидер. Спрекин бежит. Рептайд отпрыгнул сюда. На четвертый ход все как бы закономерно. Макс убивает мою тактичку. Продолжает там дальше идти ко мне. С пятой точки сметает остатки тактички с гравами. Не смог откидать там сейлы удачно. Сейчас будем пытаться его хоть как-то затормозить. Посмотрим, что из этого выйдет. Мой четвертый ход. Мне выпало скорить пятую точку вон там. И убить чарактера. Моему фазу вышли скаты с этой стороны. Здесь пацаны подошли на 6. Здесь турбобустнули на 12. Байкер подъехал. Здесь пацаны забрались. Там вот видят через дверку кризов этих. Здесь отъехал этот пацан пропустил. И на 6 сюда. Этот на месяц стоит. Шутинг фаза отсюда постреляли. Занесли одну ранку. По лукауте ли на командера. Этот стрелял сюда. Ничего не смог сделать. Отсюда тоже нет. Дроп-пода нет. Пацаны здесь по турбобусту к пятой точке. Здесь стреляли в дронов. Ничего не смогли сделать. Девастаторы разобрали этих чуваков. Отсюда по турбобустили. В трех встали на всех случаях. Отсюда фаза самоубийства на атаке. Наш байкер зачарживал. Ничего не смог сделать. Форсайт его разобрал по пятой ине. По миссиям выполнено. Вскорим пятую вон там. И четвертую там. Сбросим убить Чаракра. Не знаю зачем я просто без толку задал свой байкер. Какой-то у меня был на тот момент план. Возможно я пытался как-то занестить мультимельтой хоть кого-то там из кризисов. Но тем не менее ничего практически не смог сделать. Подчаржил и там меня просто разобрали с АП3. Как нечего делать. На левом фланге не вижу никакого смысла идти куда-то вперед. Можно было там пытаться пробираться через эти руины. Но стою на месте. Мне в принципе как бы и здесь хорошо. Пятый ход Макс Пейна. Выпал беккай на ной лансе. Асценденси любые три маркера-аджектора контролировать. Муфаза. Боинг прыгнул сюда. Рептайд подошел. И здесь сюда точечки подошли. Шутинг фазы. Пацаны постреляли. Оставили от одного пацана. Ледок пройден. Отсюда стреляли мне в риночку. Занесли пень. Четвертый ковер откинут. Вассол фазу. Подчаржили пацаны на овервочи. Гранаты. Занесли рану. Сейф не откинут. Пятый ФНП не прокинут. Консолидирует сюда на 5 дюймов. По миссии ничего не выполнено. Скидываем шестую точку. На пятый ход Макс дожимает там еще одну мою тактичку. Выходит как бы на открытое место. Хан его уже как бы поджидает. Ну сейчас попытаемся что-нибудь ему в ответ на это сделать. Мой пятый ход на миссиях выпал. У меня 14 марска сделать успешный чардж. Шестая вот здесь вот и пятая вон там вот. Моему фазу. Здесь Риночка подъехала на 12. Здесь они на 6 подвигались. И здесь у нас еще подошел наш инквизитор. В окночку смотрят на него. Шутинг фазу. Отсюда ничего не смогли. Отсюда нет. Отсюда тоже нет. Снайперы пытались убить тех дронов. Нет там треть ковер откинут. По миссиям выполнены с коренью шестую и пятую точки. Продолжение хода. Нет. Обязательно. Мой пятый ход не принес мне никаких результатов. Макс отлично откидал четвертые ковры. Я там поделал только маэльку. Шестой ход нам не прокинули. И как итог я держу обе башни. Сделал кучу маэля. И победа 16-4. Ну очень даже закономерно. Продолжение следует. Продолжение следует.